Приветствую всех друзей, вы на канале Шедвиллп, меня зовут Дмитрий Друзья. Мы продолжаем с вами Ведьмака Первого и будем отправляться сейчас с вами, наверное, на болото, потому что других квестов у нас в этой местности нет, из матча секреты. Так, это мы в прошлой серии уничтожили логово Саламандр, сейчас вспоминаю, что надо сделать. Также мы ждали Трис, Трис, кстати, так в доме не появилась, ну и хрен с ней. Потом её найдём, ей кольцо надо было какое-то подарить. У меня есть свободные места, поэтому можно смело отправляться. Смело отправляться куда? Да нет, я не буду их уже убивать, уже достали эти бесконечные чудовища, которые выползают. Вон пусть бригада с ними разбирается, а я просто побегаю. Давайте убейте, убейте, у вас же много здесь, какого хрена вы здесь сидите? Ну ладно, помогу вам, а тот хрен знает. Вечный монстр, я не знаю, как-то уже, честно говоря, не очень радостно их убивать. Тем более в центре Лузины, где полно стражников. Куча ублюдков не могут справиться с вот этими вот чудовищами. Зачем мы тогда вообще здесь нужны? Всё на ведьмака повесили. Я сейчас бегу на болото, мне нужно проплыть через дамбу, потому что нужно поговорить с бабушкой в деревне. Она что-то мне должна сказать, и мы будем искать на болотах, я так понял, другие места, где живут саламандры. Ну не живут, укрепляются там. Главный центр, мы их разбили в прошлой серии, он находился здесь в канализациях. Слышите, за стеной дождь идёт, а... Вышел, здесь уже дождя нет. О, как погода. Делит-то город на две части. Здесь идёт дождь, здесь нет. Привет, собака. Пойду, посмотрю, что там. Возможно, это нас продвинет по сюжету. Плюс ко всему, нам ещё Трис будет нужна. Будет... Ведьмак пока что думает предлагать Трис, руку, сердце и кольцо. Или не предлагать. Поэтому он взял время. Кстати, здесь всё уже обновилось. В бочках, я имею в виду. Ночью, надеюсь, меня отвезут. Куда надо. Не зря я бегу. Там, правда, есть быстрый телепорт через портал Трис, но... Утопец здесь? В это время утопец? Серьёзно? Через портал Трис, да, реально утопец, и не один. А кто ж меня отвезёт, если здесь монстры бегают? Нет, ну это, конечно, жестоко. А реально, кто меня отвезёт? А никто меня отвезёт. Доставай. Эти вечные монстры, честно говоря, достали, если что. Ничего не скажут. Я не слабый. Никакого смысла их убивать нет. Ингредиентов у меня их уже тысячи просто. Вот этих вот утопцев. Кстати, да. Не уплыву я ночью. Как бы ни пытался. И у меня не хватает ингредиентов, уже мозги их не берутся. Представляете, сколько я уже набрал дерьма. И вот это ограничение в сумке тоже как-то не очень радует. Не только ограничение на предметы, но и ограничение на ингредиенты. То есть ничего лишнего я уже не возьму. Ни зубов, ни клыков. Не знаю, это, считай, неправильно. Такое делать. Ладно, давайте спать до рассвета. Меня там уровень не повысили. Всё равно мне никто не отправит ночью. Алхимия. Карта левая. Так подождите. Если я сейчас уплыву. Ладно, там телепорт. Если что, что-то придумаем. Давайте посмотрим, есть ли у меня здесь таланты. Нет, талантов у меня нихрена нет. Поэтому давайте спать. Давайте до рассвета. Ещё час, чтобы все пришли. А то потом ждать. Вообще-то надо мне выложить эти ингредиенты. Сейчас какие-то новые ингредиенты появятся. Я просто не смогу их взять в руки. Ладно. Кто меня отвезёт, скажите мне. Вот паромщик появился. Люварден? Подожди, купец. А ну, купец, стоять. Чё-то я тебя не помню. Отчаявшийся купец? А это чё за нафиг? С тобой я не знаком был. А ну, подожди. Это тебя ведьмаком кличут. Меня. А правда, что ведьмаки за деньги чудовища убивают? В целом, правда. Но нельзя ли ближе к делу? Ведьмак. Ты хочешь меня нанять, раз спрашиваешь о профессии? Именно. Моего дядю убили чудовища на болотах. У него было наше фамильное кольцо. И мне, как единственному наследнику мужского пола, это кольцо просто необходимо. Достань мне это кольцо, и я дам тебе сто аренов. Я найду твоё кольцо. Как хорошо, что я тебя встретил. Где труп твоего дяди? Мы молились у алтаря Мелителя, когда напали чудовища. Дядя бросился бежать по болотам. А, ну я помню это место. Я видел, как чудовища набросились на него у статуи богини. Прощай. Нет, прощай-то прощай. Ведьмак. По поводу твоего фамилия кольца. Я его не нашёл случайно? Ты нашёл его? Пока нет. Поторопись. Умоляю тебя. Прощай. Ладно. Найдём. Не бойся. Так, один квест нашёл. Что это за... А, в сторону часовни Мелителя, это я понял. Вот это вот ещё. Где чёмные люди сидят? Чё меня сюда не пускают? Ладно. Наверное, ещё не время просто. Хорошо, что я этого дурачка увидел. Что бы я сейчас сделал? Сейчас бы ушёл и квест не взял. Так, две монеты ещё. Куклы какие-то. А вот это что за купец? Ещё один купец. А где паромчик уже делся? А, вон он. Подожди, вот этот может кто-то мне расскажет. Я уже просто боюсь в бочки заглядывать. Сейчас набью карманы ерундой. Всё мне приходится делать. Паромщик. Ты чё, охренел? Ты куда делся? А, вот. Паромщик. Давай. Перевези. Время. Цена не изменилась. Готов. Ага. Плывём на болото. Ну, это последний, надеюсь, раз, когда мы плывём. У меня есть портал, теперь я буду пользоваться порталом. Как раз и Каликштейна с вами повидаем. И снова квесты на болотах. Здесь с одного места переселяют в другое, а потом обратно в другое же, в это же место. Болото, честно говоря, тоже очень, такой участок неприятный. Вечные вот эти враги. И плюс ко всему их теперь оббирать уже нельзя, потому что перенасыщение у меня. Хотелось бы уже шагнуть как-то по сюжету вперёд, как-то шага три сделать. Уже топчемся, топчемся на этом месте. Постоянно кто-то на него с кустов смотрит. Так здесь уже нет никого, мы уже всех убили давным-давно. Как это сбросить? Отлично. Ну что, рассвет у нас, да? Кто хочет переправиться? А ты что здесь делаешь? Кармен, ты что, с ума сошла? Ты что здесь делаешь? Привет. Нет, подожди. Я... Мне пришлось сюда прийти. Я заняла деньги, мне нужно скрыться. А в чём дело? Вижу что-то серьёзное. Я... Я не могу тебе сказать. Слушай, я не буду выпытывать, но вижу, что ты несчастна и напугана. Возможно, я смогу тебе помочь, но только если ты расскажешь мне, в чём дело. Есть один мужчина, важный человек. Для меня он тоже важен. Он болен, и я должна ему помочь, пока ещё не слишком поздно. Он оборотень, и я не хочу, чтобы его убили. Не волнуйся, оборотню убить не так легко. И несмотря на распространённое мнение, ведьмаки далеко не всегда убивают нас. Да-да, вампиров мы не тронулись. Если у нас есть возможность, мы снимаем проклятие. Что ты планировала делать, чтобы спасти своего друга? Толстая Софи сказала мне, что друиды много знают о таких вещах. Я пришла с золотом, чтобы купить у них лекарства. Да, это правда. Друиды могут что-нибудь подсказать. Ведьмак. Юной барышне, вроде тебя, слишком опасно находиться на болотах. Я спрошу друидов, есть ли у них средство, которое поможет тебе. Спасибо, ведьмак. Я буду ждать тебя дома. Здание напротив таверны в трущобах. Ну, это я помню. Захаживали уже однажды, было дело. Так, новое задание, красавица, ещё. Чудовище, сейчас посмотрим. Ну да, в принципе, вот сюда нам надо, ручья друидов. Всё ясно. Ничего здесь не изменилось, всё тоже. Только теперь в эту же местность набросили пару десятков квестов, наверное, да? Давайте ещё с бабкой поговорим. Где она тут у нас? Ух, такие киморы, слышите? Они уже здесь обитают. Ну, давай, Вазка. Привет тебе, белый волк. Многое изменилось с тех пор, как мы с тобой встречались в последний раз. Горожане вторглись на наше болото. Это поистине ужасно. Кто эти чужаки для кирпичников? Сухие. Понятно. Какой кошмар. Они отогнали лесорубов и многих сразили. Они забирают наших родичей. Водные владыки гневаются. Только друиды осмеливаются оставаться в роще. Что-нибудь ещё произошло, пока меня здесь не было? Великая битва случилась между человеком с пламенной душой и властителем эльфов. Многие погибли в тот день. Кто победил? Болото поглотили многих мертвецов. Наши владыки одержали победу. Слава им. Понятно. Можно задать тебе вопрос, Вазка? В чём дело? Слышал у тебя проблемы. Снова утопцы? Да. Утопцы утихомирились. Но у нас теперь другая беда. Говори, Вазка. Предложи мне верную цену, и я помогу вам с ней. Бандиты со знаком Саламандры похитили моих родичей и заставили их собирать травы. Наши владыки гневаются. Знаком Саламандры? Это мне интересно. Они разделили наших родичей на группы и заставляют их собирать травы. За каждой группой следят вооружённые охранники. Где я могу найти эти группы? Я видела их около разрушенной башни и на просеке. Я видела только нескольких родичей. Так что другие должны быть в таком же бедственном положении, но в другом месте. Помоги им. Я награжу тебя. Их шеф Роланд. Убей его. Это плохой человек. Я займусь этим. Я должен освободить кирпичников, работающих в трёх разных районах вырубки, в пещерах и не успел что-то там ещё. А ну. Я должен освободить в разных районах вырубки, в пещере, в разрушенной башне. Ну не знаю, выру... А, есть пометка, всё нормально. Так, какие ж квесты тут? Ох, тут путаница. Можно его отследить. Есть. А ещё мне нужен был квест с кольцом. А, вот кольцо. Давайте лучше вот это отследим. Ну да, возле храма Мелителя. Но тут нападать же будут на меня все, кому не лень. Хорошо. А где вот этот, если поставить метку? Время жатвы. Вот здесь один, да, будет? Возле разрушенной башни. Ну ладно. Да, давайте сначала пойдём по квесту кольцо. Его проще всего найти. Но опять же, я драться ни с кем не планирую. Я буду убегать. Я буду убегать и... Мне болото уже надоели. Сюда что ли? Ну да. Вот опции. Собирание трав, которые уже никуда не лезут. Какие моровоин. Ого, здорово. Слушайте, это не маленькая. Пока мне не дадут контракт на этих кикимор, я их тоже убивать не буду. Зачем они не нужны? Сейчас попробую кольцо отыскать. Плавоный. Кикимора работница. Да, она за мной бежит. Ещё кто-то там вылез. А вот, алтарь Мелителин. Явка. И кого мне здесь надо найти? Труп нужен, да? Ого, народу. А, вон труп, я вижу. Я успею. Я успею, 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 успею. А, успел, да? Молодец. Ничего, придётся драться, наверное. Не забывай только, что не взрываются. Всё, назад. Вот про это я и говорил. Взрыв хорош. Назад. Отлично. Почти никто не пострадал. Ну, из-за взрывов, конечно, чуть не сдохли. Вот здесь труп. Я просто на него не попал сразу, но кольцо есть, да? Квестовое есть. Составляющая. Вернуть кольцо нанимателю. Он у нас на дамбе. Останки, по-моему, обирать смысла нет. Они, наверное, не влезут. Или влезут? Нет, ещё эти влазят. Мозги не влазят. Так, с этими разобрались. Вот ещё один труп. Угу. Ржавый меч. Фигня. Так, пошли теперь на старую башню. Разрушенная башня. Давайте поставим. Этот квест мы выполним. Хотя здесь друиды рядом. Давайте к друидам зайдём, наверное. Да, давайте на друидам зайдём. Они всё-таки ближе. Эй, больно не будет, да? Нет. Нет. Вот. Ну да, к друидам давайте. Раз мы здесь уже. Ещё один труп. Чё-то трупов многовато. А здесь лесорубы были, да? Их всех перебили, походу. Походу, да. Ну, сожри что-нибудь. Чё-то с собой таскаешь. Ерунду всякую. Старший друид. Морен. Ерофант. С кем мне надо поговорить? Морен, с тобой? Гвинблейд. Гвинблейд. Понятно. До встречи. Всё понятно? А с кем мне реально поговорить надо? Всё растёт. Не с тобой, нет. С тобой, что ли? О, меня вылечен. Ну, спасибо. Добро пожаловать, странник. Приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Это Геральт? Знаменитый белый волк? Он самый. Откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышавура. Я потерял память и не помню никого по имени Мышавур. Возможно, я смогу тебе помочь, если бы ты остался тут на несколько лет. К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чём. Да, белый волк. Я познакомился с женщиной. Её зовут Кармен. Её возлюбленный по ночам превращается в волка. Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией. Разве нет? Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях. Но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так остра, как раньше. Я знаю несколько средств от ликантропии, хотя сам я их ещё не испытывал. Я думал о магических средствах. Может быть, есть какой-нибудь эликсир. Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится такая возможность. Но я читал, что в таких случаях может помочь рубашка из собачьей петрушки. Рубашка из собачьей петрушки? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток, я точно не помню. Собери пять листьев собачьей петрушки и скажи, мисс Кармен пусть сошьёт из них рубашку. А потом она должна будет заставить своего любимого носить эту рубаху всю ночь. Благодарю за совет. И есть ещё народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но честность требует, чтобы я это сделал. Говорят, что настоящая любовь может превратить зверя в человека. Настоящая, искренняя любовь. Я запомню это. Запомни одно. Ликантропия – болезнь, которая меняет не только внешний облик человека. Прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен удостовериться, что в душе оборотень всё ещё является человеком. Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления и до конца своих дней останется всего лишь чудовищем. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот оборотень. Да, Белый Волк. Что ты думаешь о Скойтаэлях? Политические конфликты меня не интересуют. Мы переживём все волнения, мы не представляем ни для кого угрозы, и у нас нет тех богатств, которые так нужны королям и императорам. А ещё они знают, что нам не нужна их власть. Им может не понравится, что вы укрываете Белок. Мы помогаем всем, кому нужна помощь, людям и нелюдям, если только они уважают наши традиции. Эльфы, дети лесов, уважают и понимают природу. А люди нет? Увы, не все. Реки около больших городов отравлены отходами. Люди вырубают древние леса. Животные, которые ещё несколько десятков лет назад водились здесь в Изубилии, вымирают. Понятно. Да, Белый Волк. До встречи. Всё ясно. Надо бы поговорить с Карменом о том, с кем на самом деле является Оборотин, и она вернулась в храмовый квартал. Это-то понятно всё. Ладно. Это мы решили. Нам туда, но у нас ещё один есть квест. Называется «Время жатвы». Или жатвы. Я должен в трёх разных районах. У вырубки, в пещерах и разрушенной башни. Кстати, вырубка здесь. Я что-то тут никого не увидел. Лагерь лесорубов. А вот и пещера. И разрушенная башня. Ладно. Ну давайте сюда сначала сбегаем по дороге. Раз говорят, что оно здесь может быть. Ну да, это ещё не вырубка здесь. Это просто здесь начало. А где братва эта сидит? Я что-то не помню там лагеря. Но если по дороге идти, сейчас, конечно, встретим. А, вот они. Смотрите. Реально они. Но для них у меня есть свой меч. Вот этих нам надо убивать. Камня, улётки. Да. Ты пожалеешь о том дне, как я родился. Лесорубы. Где не лесорубы, а как вас там зовут? Кирпичник, я вас спасу. Отлично. Красота великана. Урою. Мне нужно погодить кирпичники, которых я освободил. Слава владыкам! Наш спаситель! Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете о саламандрах и о том, что они делают на болотах? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Входить в лагерь – это самоубийство. Спасибо. Я это запомнил. Я помню, где этот лагерь. Помню, помню. Зато монеток наберем. Мне 5000 бы собрать, было бы здорово. Сундук даже есть. Нифига себе. Что это за сундук? Что-то такое не помню. Легкая дубинка, останки. От этого еще не обобрал, по-моему. Да. Ух ты, колечко. Медвежий жир. Ладно. Давайте в пещеру еще зайдем. Сразу узнаем, что здесь за информация находится. А вот здесь она находится. Может там что-то нам еще расскажут. Интересно. Это что такое? Алмазная пыль. Бежать надо вот сюда. Кирпичники пошли через болото. Они страшные, что их сожрут. Смотрите. По-свойски ребята пошли. Кстати, собачья петрушка. Именно она мне и нужна. Еще один сундук. Раньше их здесь не было. Кто их здесь бросил? Подождите. Я что-то съем. Кто убьют ненаруком еще в пещере. Там правда ни хрена не видно в той пещере. Я помню, надо будет сейчас пить. Да, надо будет что-то пить. Чувак без ноги валяется. 60 монет. Нифига себе здесь платят. Вот еще один труб. Дайте я еще этого посмотрю. А он на острове где-то валяется, да? Ох ты, да нет, 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 нет. Не хочу. Это того не стоит. Даже за 60 монет. Ну что, поехали. Здесь, конечно, ничего не видно. Но они-то тоже не должны видеть, нифига, да? А вот они. Поехали, ребятки. Ни хрена не вижу. Надо подальше от людей. Это сейчас зарублю. Кого-то ненаруком. Помоги мне, помоги. Ты пожалеешь, а в том дне, когда родился. Сейчас ты меня пожалеешь. А то мне. Кирпичники. Слушаю вас. Мы спасены. Наконец-то. Тебя верно послали, владыки. Я пришел сам. Вы свободны. Вы слышали это, мужики? Мы идем домой. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о Саламандрах. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких групп, как наша. Одна из них должна быть возле старой просеки. Спасибо за помощь. Это я и сам знаю. Последняя группа осталась. Ладно, это я съем, пожалуй, да? Благословенен посланник глубины. Ибо кто превыше влады? Посланник глубины. Деньги. Главное, деньги. Грибники. Какие-то шибальцы. Она хорошая вещь. Надо отсюда выбираться. Не хочу с ними здесь связываться. Стальной меч. Секира. Грибы сейчас заберу и пойду. Не хочу по этой пещере ходить. Сейчас нарвусь на кого-нибудь еще. Годится. Где же нет архиспор? У меня архиспоры какие-то еще надо найти. Нет, ладно, все, пошли. Может по дороге встретим. У меня контракт есть на каких-то архиспор, но... Я их найти не могу. Не попадаются, вернее, пока что. Ну что, две группы освободили. Годится. Теперь нужно на старую башню. Ну давайте сначала на башню мага сбегаем. К башне мага сбегаем. Потому что там находится калькштейн и телепорт. Оттуда бы, конечно, было проще добраться. Вот, зараза. Труп не взять. Да ну вас, у вас десятки. Постоянно лечиться. Что-то есть надо. Привет, Лавон. Так, она... Ох, смотри какая огромная ходит. Вообще, нереально огромная. Воин. М-полоса препятствий. Как мне она не... К ней, вернее... В общем, как её обойти. Начнём с этого. Не хочется мне с ней драться. Собачья петрушка. Надеюсь, у меня такая есть. А вот и башня, кстати. Башню я уже вижу. Там, правда, вход определённый к ней. Через какой-то помост, я помню, был. Так, собачья петрушка, на всякий случай, возьму побольше. Столбы... А, это големы. На рубашку. На рубашку какому-то оборотню. Так, башня здесь. А как же тут... А, вот у них, слышите. Ещё вот это они, что ли, да? А, да, я их вижу. Вообще без проблем. Нашёл их. Я, правда, не к ним шёл. Я шёл Крикштейна повидать. Но, походу, придётся с вами сразиться. Голову отрубил. Сейчас я этого зарубим. Ты перешёл мне дорогу, умрёв. Так, ребята, кто со мной хочет поговорить. Сейчас я меч спрячу. Ведьмак, как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдёте, расскажите мне, что вы знаете о Саламандрах. Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них физштех, как я понимаю. Есть несколько групп. Одна из них прячется в пещере неподалёку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам. Ну и что мне делать? Не понял, что мне надо делать. Ладно. Пока что обберём. Ого! Щедро за них. Дают. Смотри, сколько колец. Что мне делать надо? Я уже зачистил три группы. А, с лаской теперь поговорить надо. Книга травы. Я уже читал эту книгу, поэтому её можно будет продать. Неплохо мы тут повоевали. Кирпичники пошли домой. Сейчас, сейчас я сохранюсь. Да, я хочу Калькштейна навестить. Калькштейн. А как мне к тебе попасть, Калькштейн? Охрен его знает, как туда попасть. Это нелёгкая задача. Там, помню, один помост вёл туда, к этой башне. Его надо найти. А где эта башня? Где эта башня? Сзади меня эта башня. Ничего я не вижу. Потому что я не туда иду. Вот эта башня. Но как в неё попасть? Эти идут, никого не боятся. Я тут шугаюсь от всякого шороха. Ну эти по болоту прям пошли и всё. Какие моровоин, слышите? Красавцы. Я сохранился, надеюсь, перед. Иди нахрен. Ни хрена не пойму. Там кто-то дерётся, как будто, с ними. А, они друг с другом дерутся. Они друг друга убивают. Плавуны и вот эти вот. На удачу вам. Кирпичник с утопцами дерётся. Да? А нет, он их не трогает. Мать твою, как же пройти в эту башню-то? Всё закрыто. Только через телепорт, что ли? Или как мне сюда попасть? Твою мать. Вот это вот квест. Где же был какой-то помост деревянный? Только благодаря нему можно было как-то туда попасть. Я этот помост теперь уже не вижу. Слышите, она за мной бегает. Это охреневшая, что ли, там. А, вот здесь, за этим мостиком. Вот это деревянный помост. Кстати, а вот их лагерь. Ну что, нападать на них нет? Но мне сказали, лучше не надо. Вот, только единственный путь, как попасть... ...в башню. Ну, где здесь Калькштейн? Говорили, что он здесь. А ну, давайте в башню посмотрим. Калькштейн, здорово! С тобой-то я хотел поболтать. Привет. Приветствую, ведьмак! Привет, Калькштейн, как дела? Что ты делаешь в этой башне? У меня есть новая теория. Алхимическая сенсация. Понимаешь, дорогой мой ведьмак, все, что окружает нас, состоит из крохотных частиц. Настолько крохотных, что мы их не видим. Угу. Эти частицы находятся в постоянном движении. Они взаимодействуют друг с другом. Я пока не могу подтвердить это эмпирически, но только пока. Должен быть какой-то способ. Расскажешь мне об этом в другой раз? Да. Как твои исследования? У меня есть новая теория. Алхимическая сенсация. Понимаешь, дорогой мой ведьмак? Это я слышал, да? Расскажешь мне об этом? Да. Вообще не о чем с ним разговаривать. Что тебе можно купить? Ничего тебе нельзя купить. Тебя можно только продать. Но это настолько... А я, кстати, уже переполнен. Ладно, что у тебя здесь есть? Портал. Круг. Сундук. А что это здесь только монетки? Это не взялось. Ну ладно. Ладно, пошли к бабке поговорим. Как нам к бабке вернуться? Да поставить просто время сжатывай. А нет, задание. И попробовать отсюда выбраться. Любым из доступных метров. Кстати, есть еще один проход. Смотрите. Но его... Нет, нет прохода. Обалденно. К башне ведет только один проход. Вот он. Остальное все... Тупик. Хотя, я надеюсь, может все-таки выберусь. Нет, это просто круг. Круг башни можно сделать и все. Где нахрен? Там саламандры. Можно на них просто взять напасть. Но мне кажется, надо с бабкой поговорить. Может бабка мне совет какой-то даст? Вот они здесь стоят. Вот они здесь стоят сколько угодно. Бери, нападай, уничтожай, разрывай их на части. Единственное, что карманы надо опустошить. Жалко, будь столько добра не унесу. Сейчас главное правильно выйти. Вот так побежим. Вот так давай через все болото. А, конечно. Так ты и выбежишь через все болото. Ой, какой ужас, конечно. А потом мне бабка, наверное, скажет, пойди на пойди на саламандру. Тысячи преград здесь. И это болото уже исследовал в прошлой главе. Могли бы нарисовать небольшую новую локацию для всего этого дела. Вон там ходит большая кикимора. Собачья петрушка. Надеюсь, у меня хватает для шитья рубашки. Бабка, ты где? Вот деревня. И кирпичники как раз дошли, мои. Васка. А нападать я буду через Калькштейна, наверное, уже. В чем дело? Поведай мне об этой битве. Человек с огненной душой пришел на болото со своими стальными братьями. Они разгневали владык, и темные воды поглотили их, идущие в тенях. Тот, чье сердце пожрало ненависть, вышел им навстречу. Они сошлись в ужасной жестокой битве, которая запятнала воды красным. Ты спросишь, кто победил, огонь или тень? Мой ответ — никто. Благодарю тебя. У тебя еще есть вопросы? У меня есть ответы. Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе Саламандр. Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Эрафанта в роще. Мне ведомо, что друиды следят за Саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя наградить. Ты обретешь самое дорогое, что у нас есть. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду-болот и радоваться. Я польщен. Такая честь, ибо... Ибо кто более велик, чем водные владыки? Да. Радуйтесь. Спасибо за награду. Награда весьма хороша. В круге друидов. Это где? Опять бежать через все болото в круг друидов? Твою ж мать! Ну, побежали. Ну, веселье просто какое-то, не знаю. Туда-сюда бегать по болоту. Как-то скомпоновывать надо было. Ну, вот это уже явно лишнее. Просто, ну, не знаю, может, это так растягивалась игра, чтобы подольше в ней зависнуть. Но вот это вот радость убивать каждый раз. Представьте, если бы я вот это убивал, то это каждый раз этих чудовищ. Наверное, расчет на то, что я с каждым бы сражался. Сражался, 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 сражался. И уровень бы, наверное, прокачал бы себе полностью. Но я не хочу этого делать, честно. Я уже надрался, уже достаточно. Потом Ярофант мне скажет, иди-ка ты, наверное, опять к бабке, да? Тем более, с Ярофантом уже поговорил, что нельзя было раньше мне сказать, чтобы я с ним поболтал. Ярофант, с кем я поговорил с тобой? Нет, подожди. А, вот с тобой. Опять начинается та же песня. Ты знаешь, почему я пришел? Ты сражаешься с саламандрами. И ты уже спас многих от их кощунственных экспериментов. Ага. Ты не можешь добраться до их секретного убежища. Оно так хорошо охраняется, что даже одинокий волк не сможет проскользнуть туда. Ты сможешь помочь? Возможно, их лидер хочет заставить нас использовать магию природы для его целей. Я предложу встречу на нейтральной территории. Тогда наши силы будут равны. Хорошо. А чего ты ожидаешь от меня? Принеси мне гриб псилоциб. Псилоцибы растут в пещере, населенной кокатриксами. Я создам зелье, которое заставит саламандр встретиться с нами. Когда мы встретимся с лидером саламандр, я попытаюсь помочь тебе в битве. Зачем нам этот гриб? Саламандры хотят, чтобы я создал более мощную версию их наркотика. Без псилоцибов я этого сделать не смогу. Саламандры мне уже плеш проели. Если я сделаю вид, что согласился, и отправлю ему образец, он и ничего не заподозрит. До встречи. Ну ладно. А дайву опять в эту же пещеру. Ну да, я думаю, в эту же. В какую же еще? А ну давай мне задание. Эта пещера находится здесь же. Но мне в любом случае надо почиститься сначала. Мне в любом случае надо почиститься, иначе нихрена не выйдет. Ну в смысле сумку почистить. Иначе ничего не получится. Снова в эту пещеру. И все в одной пещере. Третий квест в пещере. Я уже зачищаю ее третий раз. Но мне сначала надо пойти сумку сдать, и что-то еще там хотел я сделать. Вообще нахрен. Давай сразу сюда. Сейчас я буду с этими телепортами ползать. Нифига не успею. Давайте уже пробежимся сто метров последние. А дальше я уже буду через портал сюда попадать. Сейчас надо в таверну. Попробую сдать квест. Поговорить с нашей этой. Которая оборотня пытается вылечить. И тогда, и тогда прийти сюда и в пещере навалять. Уже в последний раз. Саламандром навалять. В общем здесь надо. Подожди, это не то место. Конечно не то. Это деревня кирпичников. А это там где не кирпичи лепят. А здесь паромщик. Давай-ка паромщик за 5 баксов меня назад. Как раз храмовый квартал мне надо. И место силы мне не нужно. Хотя можно было место силы взять. Ну ладно, уже заплатил. Точно, с любого места силы можно было к колькштейну переместиться. А хотя мне квест надо ждать. С кольцом. Если конечно квест отдать или еще спать не пошел. Держишь. В 5 вечера все расходятся. И забежать в таверну. Не забыть обязательно. Даже перед сдачей квестом на оборотне. Так. А вон он, отчаявшийся купец. Отлично. Он еще не ушел. Несмотря на то, что вечер уже. Он сейчас уйдет, пока я найду выход. Стой, стой. Не уходи, не уходи, не уходи. Ты мне нужен. Есть квест. Это такой мини-квест. Кольцо отдал. Все. Квеста больше нет. Еще больше не потерял. Ведьмак. Прощай. Нам не о чем с тобой больше разговаривать. 100 монет заработал. Сейчас бежим в таверну. Сейчас закат, конечно. Не хотелось бы мне в пещеру идти ночью. Тем более, там какатриксы, они сказали, заселенные. Раньше там не было какатриксов. Там что-то поменьше было. Споры какие-то были. И все. Здесь же какатриксы теперь. А, Кармин. Вот подожди. Я сейчас выложусь, никуда не уходи. У меня неотложное дело. Я переполнен. Надо немножко облегчиться. В плане сумки. А ты кто? Официантка. Давай. Ча. Тут уже просто не в проворот. Так, это я все продам. Серебряное кольцо с печаткой. Слушайте, неплохие вещи продаем. Так, ладно. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Это что такое? Серебряное кольцо с раввином. Неплохо. Конфетки, саламандры, хрень. Так, это продать бы, но потом, наверное, да? Медоуха, хреновуха, это тоже продать бы. Золотые кольца с печаткой. Два золотых кольца с печаткой. Так, три куклы, какие-то бутылки. Десять этих у меня есть. Мне десять и нужно было. Это продать, продать. Это я заточу, но то съесть. Это эликсир, который восстанавливает здоровье. Ладно, когда продам, неизвестно. Серебряное кольцо. Давайте пока это все сложим. А то я, чувствую, там потом не заберу ничего. А это мы заточим, чтобы лучше драться. Книгу продам потом. По дороге где-нибудь. Все, окей. Что за кольцо? Янтарь. Янтарь какой-то. А, вот эту хрень выложи. Пятьдесят мозгов. Нахер не нужны. Пятьдесят вот этих хренотеней. Еще что-то тут пятьдесят было у меня. Ладно, остальное пока оставь. А то не влезет сюда ничего. И давай Кармен поговорим. Я думаю, там квест не закончится на этом. То, что мы с вами сейчас ей отдадим. Ингредиенты для рубашки. Скорее всего, она нас куда-то пошлет. Приветствую. Вижу, тебе удалось остаться в живых. Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Пусть лучше остается оборотнем. Будем надеяться, твоя верность не станет ему приговором. Сейчас только ждать. Может, удастся выяснить, кто такой этот оборотень. Сейчас для меня важен только мой любимый. Понятно. Это ночью с ним надо встретиться будет, да? Оборотни-то у нас полнолуния выползают. Хм. Интересно. Возможно, зайдем к ней. Ночью. Ладно, с этим мы разберемся. Пошли теперь. Что я хотел сделать? Калькштейн у него тоже порт... А, нет. Пошли к Трис. Может, Трис на месте? Кольцо вручу. Сейчас я книгу продам быстро. Да, в принципе, можно отсюда и побежать, и сдать все на свете. Антиквар. Сейчас так трудно с едой. Че. Книгу купи. Я ее уже прочитал. Спасибо. Захиншмарс, у меня зубы есть, нет? Не нужны тебе? Чем? Прощай. До тех пор... И пошли, может, Трис найдем. У меня там тоже квест небольшой с ней. Кармен странно не рассказал мне, кому помочь. Я б ей про рубаху рассказал. А это еще ночью попробуй встретить. Может, ты его не встретишь ночью. Это надо в полночь выбежать, пробежать по кварталу храмовому. И зайти, наверное, Кармен в дом. Спасибо, я, конечно, не забуду про это все. В общем, дело сложное. Сейчас пойдем на КАХ. Как от Рикса охотиться. Трис, ты дома? Трис. О, наконец-то ты дома, Трис. Тебя хрен застанешь. Так, подарок. Какое кольцо ей подарить? Я все же выложил. Вот это сойдет. О, понравилось. Отлично. Любовь, красный цвет, рубины. Понятно. Ей надо с рубином. Вот. Золотое кольцо, перчатка с рубином. Слушайте, она еще перебирает. Я рада, что у тебя... Я тут... Я тут не знаю, жениться или нет, она еще перебирает. Сейчас передумай и все. Значит, ты любишь меня, а о ней забыл? Трис. Ты мне дорог, понимаешь? Ты единственный, кому я верю. Ты многое перенес. Пришло время получить свою награду. Малыш спит. Так что сейчас я покажу тебе, что такое настоящая магия. Сейчас покажет. Сейчас посмотрим. Ух ты, понятно все. А у нас разве не было три с коллекцией? По-моему, было уже однажды. Это будет дополнение. Наконец-то мы выполнили этот квест. Прям полегчало. Ты уже задолбался бегать с этими кольцами. И заодно мы с вами избавились от одного кольца в сумке. Это хорошо. Теперь можно даже и... Хотя надо те кольца продать все будет. Ладно, друзья. Давайте, наверное, на этом закончим. Потому что сейчас опять идти в болото. Сначала в пещеру, а потом в Саламадо будем, наверное, опять по всем болотам вылавливать. Наконец-то мы сдали этот квест. Что там осталось у нас? Персонажа. Что тут добавили? Я пришел к выводу, что лучше оставить Альвина от Трис. Она восприняла мое решение как знак доверия. Она решила, что нравится мне больше, чем Шане. Что только лучше у нашего отношения. В общем... А, вот, я же говорил, у нас два. Две было. Иллюстрации. Понятно? Вторую мы только что достали. И Альвин, который живет у нас. Все. По заданиям, как говорится, остались у нас контракты на архиспоры, на всякую другую ересь. Грайверы. Ну, грайверы на кладбище ночью надо ловить. Я таких понял, да? А, вот, кокатриксов мы достанем в пещере в следующей серии. Кармен не пожелал назвать имя своего возлюбленного, так и ничего не добьемся. Стоится только ждать. Может, удастся выяснить, кто такой оборотень. Ну, а оборотень надо ночью будет, наверное, по улицам поискать. Это мы уже в следующей серии сделаем. Сейчас я пойду в таверну, возьму кольца, которые у меня дубликаты, и пойду продам их. Пока еще есть дневной свет. А в следующей серии мы сразу же отправимся с вами на болото и закончим там с саламандрами и с их лидером. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Витрий, канал Шериль Эл Плей. До новых серий в Ведьмаке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok